Будьте ближе к вашим родным в эту Пасху. Ведь через Манни Грэм можно отправить деньги в страны СНГ, окружив родных любовью. Манни Грэм. С нами вы ближе. Ранее в интернете разгорелась настоящая виртуальная охота за бостонскими террористами. По-видимому, именно об этом говорили федеральные агенты на вечернем брифинге, убеждая граждан пользоваться только информацией, предоставленной ФБР. Блогеры тем временем выдвигают собственные версии случившегося и отстаивают свои гипотезы путем анализа документальных свидетельств теракта. В самых популярных теориях заговора разбирался Вадим Милицин. Теории заговора растут и множатся в интернете, словно грибы после дождя. Блогеры анализируют сотни любительских снимков, сделанных непосредственно до и сразу после теракта на финишной линии бостонского марафона. Некоторые теории, по крайней мере на первый взгляд, выглядят откровенно безумными, нелогичными, но даже их, по мнению экспертов, нельзя отбрасывать окончательно в процессе поиска истины. Это своего рода мозаика. Чтобы появилась четкая картина, необходимо проанализировать все разрозненные кусочки информации. Один окажется ложным следом, другой полезной информацией, а скажем, 23-й приведет к истинному преступнику. Итак, вопрос номер один. Кто эти двое с военной выправкой и большими черными рюкзаками за плечами? На бейсболке одного из них блогеры рассмотрели логотип частной компании Крафт Интернешнл, которая занимается военными операциями и исполнением конфиденциальных поручений в области безопасности. От самой фирмы никаких разъяснений не поступало. Вопрос номер два. Кем на самом деле является гражданин Саудовской Аравии, которого пресса сразу после теракта назвала основным подозреваемым? 20-летний Абдул Рахман Али Аль-Харби был задержан на месте взрывов и в течение двух дней находился в больничной палате под охраной полиции. В его квартире был проведен обыск. Сразу после взрыва этот парень выглядел так, словно он хочет как можно скорее скрыться с места преступления. Не исключено, конечно, что он был просто в шоке, но то, что засняли камеры наружного наблюдения, выглядит по меньшей мере подозрительно. Позже власти объявили, что Саудовец не причастен к организации теракта. Тем не менее, сегодня стало известно, что его высылают из страны, причем спешно, с минуты на минуту. Это весьма странно, учитывая, что согласно распространенной органами следствия информации, Али Аль-Харби был студентом и находился в стране легально. Еще более подозрительным выглядит тот факт, что решение о высылке было принято сразу после незапланированной ранее встречи в Белом доме президента Обамы с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Сауди Аль-Файсала. По мнению ряда блогеров, все это выглядит как попытка замаскировать саудовский след, чтобы не портить отношения с ближневосточным союзником. Вопрос номер три. Имеют ли отношение к взрывам двое молодых людей ближневосточной внешности, случайно попавшие в объективы камер незадолго до взрывов? У одного черная сумка, у другого темный рюкзак, в котором лежит что-то, что по форме может напоминать злополучную скороварку. Позже они вновь попадают в объективы, но уже без рюкзака. По крайней мере, его на снимках не видно. Имеет ли отношение к реальности какая-либо из этих версий, или же все это плоды больного воображения, жонглирования фактами, инсинуации, пока знает лишь сам террорист или террористы. Артур Конан Дойл устами своего самого известного персонажа как-то изрек «Отбросьте все, что не могло иметь место, и останется один единственный факт, который и есть истина. Какой бы дикой, неудобной, нелогичной она ни казалась». Вадим Илицын, телекомпания «РТВА». plasterка «РТВА»